Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Маша, и вы бывали на мой канал. Это было видео, достаточно сильно запрашиваемое, потому что писали мне в комментариях, писали мне в Инстаграме, в Телеграме. В общем, очень много человек в опросе в Телеграме проголосовали за то, чтобы я показала вам свой уход за волосами, свои любимые продукты, свои любимые масочки, шампуни, всякие разные спреи, как я делаю укладку. И вот, наконец-таки, после видео про макияж вы набрали достаточное количество лайков. Я поняла, что вам действительно интересна данная тема, поэтому не буду много болтать. Приятного вам просмотра! Обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал, потому что после этого видео я продублирую там все продукты по уходу за моими прекрасными волосами. Что ж, дорогие друзья, мы приступаем. Хочу сразу вам сказать, что я не буду рассказывать про уход, который мне делают в салоне, потому что у меня окрашивание Airtouch. Недавно я ходила на тонирование, и, в принципе, я где-то раз в два месяца точно стараюсь выбраться, прийти в салон к своему стилисту, чтобы он сделал мне какие-нибудь масочки, в общем, какие-то уходовые процедуры. В том числе, конечно же, я делаю и салонные, но все мастера как один говорят, что очень важен домашний уход, домашние шампуни, то, как вы сушите волосы, то, как вы за ними ухаживаете. Поэтому обязательно посмотрите это видео, я думаю, что оно будет для вас полезно. И мы начинаем. Сейчас я пойду помою волосы и буду показывать вам свою укладку и то, как я их сушу. Ну что ж, дорогие друзья, я только что помыла свои волосы, я делаю это, в принципе, как все, наверное, обычные нормальные люди, поэтому сам процесс я не думаю, что вам был бы сильно интересен, но я покажу вам свои шампуни. Я достаточно давно уже пользуюсь масками и шампунями и бальзамами, вообще, в принципе, всем, чем можно для волос, от Кевин Мёрфи, потому что, если вы заметили, у меня сейчас окрашивание Airtouch называется, получается, и получается, что от тёмного к светлому, и кончики у меня светлые. Я знаю, что многие говорят, что нельзя расчесывать мокрые волосы, но я всегда это делаю, потому что потом я их просто не расчешу, мне намного удобнее сделать это сразу. Так как всё-таки белые волосы у меня присутствуют, я использую шампунь для блондинок, то есть для поддержания цвета, для крашенных волос, чтобы волосы, ну, немного медленнее становились жёлтыми. Вот так. Шампунь и бальзам. Ой. Также я обожаю продукты марки Redken, я использую их как уходовые шампуни, не как шампуни для блондинок. Постоянно вот этими шампунями мыть голову тоже не стоит, нужно как-то чередовать, и, в принципе, я, наверное, мою им волосы, ну, где-то через раз. То есть раз я мою обычным шампунем, и один раз специальным фиолетовым. Недавно моё новое открытие для волос, это супер увлажняющая маска, после неё волосы безумно мягкие, безумно крутые, тоже Кевин Мёрфи. В принципе, в чём заключается мытьё волос, я два раза мою шампунем, потом наношу бальзам, потом какую-нибудь маску, и всё. Также из масок хочу показать вам свою тоже недавнюю любовь, полюбившуюся мне маску. Вот, она такая же тонирующая для светлых волос от... сейчас... Ice by Siberica, короче. Я боюсь, что неправильно могу произнести. Ну, в общем, вот такая вот масочка. Только что я наносила её на волосы, она очень вкусно пахнет виноградом. Ну и понятное дело, что она фиолетовая. Как я вам уже ранее сказала, также я обожаю продукты марки Redken. Они просто замечательные. После них волосы тоже... Там идёт, скорее, накопительный эффект, то есть с первого раза вы это, наверное, не почувствуете, не прочувствуете. Но эффект реально классный, эффект реально есть. Волосы становятся шелковистыми, мягкими, не пушатся. В общем, про уход за волосами я расскажу вам подробнее в Телеграме. И также покажу вам немного продуктов. Моих любимых шампуней, моих любимых бальзамов от фирмы Redken. Поэтому переходите, если вам интересна эта марка. Вот, ну а здесь я показала вам именно, чем я пользуюсь для блондинок. Всё, всеми остальными продуктами я буду с вами делиться по уходу своей укладки. И по ходу того, что я буду сейчас делать с волосами. Конечно, я наношу их практически все до сушки. Потом, возможно, после укладки ещё сбрызну лаком. Не знаю, посмотрим. Смотря, что я сейчас захочу сделать. Перед тем, как сушить волосы, я обязательно наношу два продукта, как минимум. Это вот такой вот спрей от L'Oréal. Он тоже для окрашенных волос. У меня, в принципе, всё для окрашенных волос. Хотя корни у меня как бы не окрашены, но это не важно. Вот. Я наношу... Он какой-то мультивитаминный. Я не знаю, что он делает с волосами, но он очень вкусно пахнет. И мне его посоветовал мой стилист, который меня как бы красил. И дальше. Это тоже просто новое моё открытие, новая моя любовь. Я очень давно хотела этот восстанавливающий крем. Его также наносят перед сушкой. И на самом деле он мне показался немного каким-то странным. Я думала, что он... Просто мои волосы все слепятся от него. Но он нереально классный. Очень сильно мне нравится эффект. После сушки становится как будто бы ваши волосы заламинировали. Или как будто бы с ними произошла, знаете, какая-то полировка. В общем, вот это средство. Мне очень сильно нравились у них ещё шампуни и разные масочки для волос. Но я пока что не пробовала. Пока что купила только его. Вот. Нужна буквально капелька небольшая. Растираем её вот так вот в руках. До такого эффекта. Смотрите, сейчас будет прикольно. Ну, то есть, оно реально липнет, но волосы не слепать. Я не знаю, что с ними там происходит. Даже на такие полусухие волосы я наношу, распределяю. То есть, прям вот так вот втираю волосы, распределяю. И после этого ещё расчёсываю. Ребят, почти всё с уходовыми штучками. Хочу показать вам только ещё две моих любимых баночки. Два именно спрея от Davines. Первый нужен для объёма прикорневого. Его мы пшикаем именно на корни. И после просто сушим волосы. И реально создаётся классный объём. Волосы становятся такими воздушными. В общем, я не знаю, что он с ними делает. Но средство очень классное. Я его обожаю. И вот это средство я использую, если мне нужно сделать укладку, ну как бы кудри. Тоже Davines. Я его использую, но я наношу его на сухие волосы после того, как я уже их высушу. И перед тем, как сушить их на Dyson и укладывать, я люблю пшикать на сухие волосы вот этот спрей. Чтобы они становились, знаете, такими слегка влажными. И как раз для Dyson это самое то. И на самом деле для локонов на Dyson очень важен классный стайлинг. Ну то есть то средство, которое вы наносите перед самой укладкой, чтобы волосы хорошо фиксировались и хорошо держались. В общем, поменьше болтовни, потому что у меня уже волосы скоро высохнут, а их мне как бы нужно посушить феном. Вот. Поэтому сейчас будем сушиться и делать укладку. Вот так вот просто я поднимаю волосы, пшикаю куда попаду. И потом массажными движениями втираю их именно в корни. Ну и все, дорогие друзья, волосы к сушке я максимально подготовила. Давайте уже сушить. Параллельно сушую и расчесываю волосы. Это обязательно, чтобы они не запутывались и становились более прямыми. Ну, понятное дело, что они еще не полностью высохли, и у меня еще там пушистые концы и так далее. Но сейчас мы начнем уже с вами делать укладку, поэтому эту насадку я меняю на брашинг. Ставлю другую насадку и прохожусь по корням. Ну что, у меня получился максимальный объем. Следите, чтобы пряди выкрутили именно от лица. Да, в принципе, всегда следите, чтобы выкрутили пряди от лица. Пока у меня волосы сами по себе не прямые, они вот такие вот какие-то непонятные. И то это я выпривляла их расческой, пока сушу. Так на самом деле все голоду намного хуже. Ну вот, примерно вот как-то так. Так как у нас сейчас с вами стоит цель сделать именно укладку, а не просто прямые волосы, мы снова меняем насадку и сейчас будем накручивать локоны. Ну а укладку локоны вы можете посмотреть в моем предыдущем видеоролике, как я распаковывала и делала первую укладку на дайсинге. Я там все понятно и подробно объясняла, так что переходите, смотрите обязательно. За исключением вот этого чудо-спрея, который я открыла совсем недавно. Там, в принципе, ничего нового сейчас я вам не покажу, поэтому... Если вам интересно, если вы не видели прошлое видео, то переходите, обязательно смотрите, а мы встретимся, когда я уже буду с кудряшками. В общем, я сделала укладку, сейчас пшикну это все лаком и, в принципе, все. Наши волосы выглядят прекрасно, красиво, ухоженно. Ну, понятное дело, что я их еще чуть-чуть распущу. Но перед этим я пшику вот таким вот лаком от Redken. Я ее, кстати, в салоне подарили. Не помню, у них там была какая-то акция. Ну что ж, вот такая вот укладка у нас с вами получилась. Я надеюсь, что вам понравились все средства, которые я вам показала. Надеюсь, что вам понравился конечный результат. Опять же, это все то же самое можно сделать там с обычной плойкой, просто какие-нибудь там другие кудри, какие-нибудь другие варианты той же самой укладки. Я не знаю, что это такое, но пусть будет. В общем, ребят, я старалась этим видео сделать для вас что-то полезное. Надеюсь, оно вам понравилось. Все продукты также я сейчас отфотографирую и продублирую в своем Телеграм-канале. Поэтому, если вы не успели что-то заскринить, переходите в Телеграм. Там все будет, как только выйдет это видео. Ну, а с вами была Маша. Не забывайте, пожалуйста, ставить пальцы вверх. Я надеюсь, что это видео вам должно было по-любому понравиться. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы больше никогда не пропускать мои видеоролики, потому что я очень сильно для вас стараюсь. И, как по мне, так они всем получаются достаточно интересными, познавательными. И я очень сильно для вас стараюсь. Ну, на этом наше видео подходит к концу. Напоминаю вам еще раз про Телеграм. Ссылка будет в описании. Переходите, подписывайтесь. Люблю вас очень-очень сильно. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. С вами была Маша. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok